Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 июня 2018 года четверг, по одному из старинных 17 день месяца ветров 7526 лета шестится. В виртуальной на студии Народное Славянское Радио находятся Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравия! Итак, сегодня очередная шокирующая, по словам Дмитрия, тема восстание Пугачева. Сразу же возникает вопрос, кто такой был Пугачев? Это было восстание или это была гражданская война? Это были какие-то банды, орды или это был какой-то на самом деле царь? Я надеюсь, какой-то из этих ответов, а может быть все сразу, мы и услышим сегодняшнюю нашу передачу, но очень надеюсь, какое-то вот облака развести руками, вот это вот собрать, все убрать и наконец-то подумать о том, что вот знает же кто-то правду. Итак, Дмитрий, передаю микрофон, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Белоусов. Дмитрий Белоусов. Дмитрий Белоусов. Дмитрий Белоусов, который говорил, что то, что мы считаем в истории, это всего лишь сказки, рассказанные победителем. Так вот, это сказка о Пугачевском восстании, который нам постоянно дается. Значит, откуда это взялось? Значит, как я уже говорил, сначала немцы, все, что могли, подчистили. Ну, а дальше в советское время, когда в советское время требовалось именно крестьянское восстание против злобного царизма, это еще немножечко добавили. Добавили, нужно отметить, нужно отметить трех историков. Это Юрий Лимонов, потом Владимир Мавродин и Виктор Буганов. Вот они в основном занимались. Выполнили задания партии на «Отлично». Значит, их сейчас уже нет с нами, спросить не получится. Но двое из них закончили свои изыскания в должности профессора, а третий – членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Так что советская власть их вполне отблагодарила за данные фантазии, за ту лапшу, которую вешаются сейчас нам на уши. Значит, давайте попробуем разобраться, что же это было, как это было. Потому что я заявляю, что на сегодняшний день это была гражданская война между двумя славянскими государствами. Причем война, которая, скажем так, была узловой точкой истории. И именно после этого, именно после этой войны, победоносной войны, значит, Романовы создали, собственно говоря, ту Российскую империю, которая дожила до 1917 года. Вот именно так, а не по-другому. Значит, теперь давайте посмотрим с самого начала. А именно с территории войны. Знаете, когда у любого из нас со школьных лет спросишь, где была территория, на которой было восстание Пугачева, он с чистой совестью, не ворвнув глазом, ответит, что это было в глубине большой Российской империи. Ну вот так вот сделано. Я снимаю шляпу перед фальсификаторами, которые настолько удачно сделали всю эту лапшу, что оно действительно вот так вот висит. Висит у всех, и люди даже этого не видят. В Никоне задумывались, уважаемые слушатели, почему во всех наших учебниках, когда рассказывают о территории, значит, вот где шел Пугачев, там долго и нудно рассказывают о городах, которых он брал, осаждал, там о каких-то зверствах и так далее. Но никогда не показывают политическую карту. Вот ее нет, ни в одном учебнике нет. Более того, в последние годы появилась новая ветка вранья, карту приводят в физическую. То есть вот реки, вот вам озеры, моря и вот территория восстания Пугачева. Да, а это все просто. Потому что если вы откроете территорию восстания, вы обнаружите, что все, собственно, военные действия шли на границе, на границе Московского царства. А сама Московия или Московское царство занимало весьма небольшую территорию, совсем небольшую. Это такой неправильной формы полеограмм, опирающийся на Черное море и с уклоном на северо-восток. И все. То есть если мы посмотрим на карту юга, значит, Московского царства, мы увидим, что граница начиналась того самого Московского царства от Каспийского моря. Только от Каспийского моря. Причем это изображено на всех картах, абсолютно. Причем на официальных картах. Понимаете? На официальных картах изображена граница от Каспийского моря. Она шла по реке Яек. Это нынче река Урал. Это совсем недалеко от Астрахани. Немножко вот на восток. И дальше она вот с таким небольшим уклоном на северо-восток и шла вплоть до Оби. Такой неправильный полеограмм. И вот на этом южном участке, собственно говоря, и шли боевые действия. Не было никакой огромной Российской империи. Еще раз подчеркну на тот момент. Было Московское царство. Это вот глубоко эшелнированная ложь, которую нам старательно и долго рассказывают. Не было. Значит, за вот этой границей, которую только что я сейчас упомянул, за рекой Яек. Дальше река Табула начиналась и так далее. Находились, если мы посмотрим на карту, последние жалкие-жалкие остатки империи Тартарии. Понятно, что уже прошло много времени. От нее мало что осталось. Не было уже огромной и могучей империи. Но кое-что все-таки осталось. Значит, вы можете назвать это последнее царство Тартарии, последнее ханство Тартарии. Значит, я приведу пример, они такие показательные примеры. Например, есть карта 1707 года. То есть, осталось до этой войны всего 70 лет. Автор ее Питер Вангер. Питер Вангер. И там четко указаны цветом два разных государства. Одно называется Московье, второе называется Тартария. И вот та самая граница, которая идет от Черного моря, пересекает Волгу и уходит на север. Значит, что интересно. Вокруг вот этой реки Яек, нынче река Урал, повторюсь, были показаны орды. Зайцкая орла, Ногайская орда, а также барабанная дробь такая, были указаны казаки Тартарии. И вот здесь я хочу остановиться чуть-чуть подробнее. Значит, империя Тартария развалилась на, или разошлась, разделилась, как угодно, выбирайте любое слово, разделилась на четыре орды после смерти хана Хубилая. Это 1294 год. Дальше были сначала многочисленные войны между собой, гражданские войны, потом политические, значит, вот это вот все. Добавился катаклизм климатологией, когда пошло резкое похолодание. Значит, на момент вот этой вот войны Пугачева реально оставалось только три места, где оставались военные силы у Тартарии. Всего три. Первая – это юг Средней Азии. На всех картах это показано как государство-независимое Тартария. И оно прожило потом еще век, и в официальной истории это названо как завоевание Романовой в Средней Азии. Это первая военная сила у тартарийцев, которая оставалась. Вторая – это на территории нынешней Маньчжурии, да, и на картах это обозначено как китайская Тартария. И они тоже дали всем прикурить, они потом еще раз завоевали Китай, но это тоже далеко. А вот третья часть – именно здесь, над Каспийским морем. Еще раз подчеркну, на картах обозначены казаки Тартарии. Значит, можно их называть яицкими казаками, кто-то упорно называет их калмыками, еще там как-то и так далее. Еще несколько карт. Их вообще много, да, значит, например, на карте мира 1684 года, то есть вроде бы уже после войны, ее автор Пьер Дюаль, француз, французский географ, там государство показано, и там над Каспией, понятно, что там есть небольшой временной сдвиг, да, поэтому то, что на 1684 года, там десяток лет прошло, как раз пока информация дошла, да, и там над Каспием есть Тартария пустынная, Тартария десерте, которая относится к Гранд Тартарии. И все они подчинялись Сибирскому Тобольску. На карте 1697 года от Филиппа Клавериуса, там просто написано «Скифия» или «Тартария азиатская». И тоже есть Тартария десерта, Тартария пустынная над, значит, Каспием. И точно так же указаны казаки Тартарии. Есть старинная русская карта серийного 18 века, изображение земного глобуса, и там вот это четко указано границей, знаете, вот как на картах покроют пунктирчиком. Она, что старая карта, что новая, указана пунктирчиком, границей между государством. Есть карта 1766 года, значит, от Геома Делили, «Сибирское царство» называется, да, она просто называется «Карта Тартарии». И двоеточие «Сибирское царство». Что интересно на этих картах? Интересно то, что граница, чем ближе мы к дате начала войны, начала войны Пугачёва, да, тем граница всё дальше и дальше сближалась с Москвой. То есть граница двигалась на запад. Тартария наступала. Вот так это нужно говорить. И это восстание Пугачёва, реально это трёхлетняя пограничная война с остатками империи Тартарии, независимо от Романовых, славянским государством. Подчёркиваю, славянским. Война, которую тартарийцы проиграли. Посмотрим ещё пару интересных моментов. Есть такое понятие, как «ссыльный». И у Романовых было великое множество. Значит, давайте посмотрим, куда ссылались ссыльных. Понятно, не в Москве же их держали, да? И выясняется, что, например, вот такая очень часто повторяемая аксиома «Ссыльных ссылали в Сибирь». Ссылали только с конца XVIII века, после разгрома Пугачёва. Только после разгрома Пугачёва. То есть, например, тот же Тобольск осуждённых начали ссылать с 1790 года. Подчеркну, 1790. Прошло 15 лет после поражения Пугачёва. А раньше куда? А ссылали на Соловецкие острова. Соловки так называемые. Тоже известное, достаточно печальное место. Но, заметьте, два очень таких красноречивых примера. Перед тем, как я их произнесу, я ещё раз напомню, что территория Московского царства она была вытянута на северо-восток. Туда вот, к нынешним Новосибирским островам, к реке Опь. С таким вот небольшим параллелограммом вытянутым. Так вот, был такой идейный лидер староверов, Авваку. Может быть, кому-то это много говорит. И его сослали в 1667 году. Знаете, куда сослали? Город Пустозерск. А если вы посмотрите на карте, это 10 километров от города Нарьянмара. Но это западная. Западная часть от Аби. То есть, это река Печора, недалеко от Тустья. Самая северо-восточная граница карты Московского царства. Самый-самый её край. То есть, грубо говоря, такой медвежий угол для Московии. И вот туда и сослали Аввакуум. Добавьте ещё теперь, грубо говоря, лет 50, князь Меншиков. Помните такого? Сподвижника Титра. Он был отстранён от власти в 1727 году. Туда был сослан город Березов. Написано под Тобольском. Да, под. Только город Березов – это тоже левый берег нижнего течения Аби. То есть, Тобольск с той стороны. А вот эта часть, она романовская. Это вот ещё раз говорю, северо-восточный кусочек, самый-самый край Московского царства. Вот только так, да? Вся остальная Сибирь на тот момент принадлежала Тартарии, которая после природного катаклизма пыталась взять свою Абраму. Да, не получилось. Смотрим дальше. Очень интересные, хотя их и осталось не так много, но те факты исторические, которые до нас дошли. Почему никто не задумывается над, например, словами Емельяна Пугачёва, когда его допрашивал граф Пётр Панин? Ведь тот спросил его, как смел он вор называться государём? Прямо в лоб как бы, да? То есть, государь, Пётр Третий и так далее, да? Значит, Пугачёв очень любил игру слов, это зафиксировано во всех документах. Поэтому он всегда отвечал иносказательно. Что ответил Пугачёв? Я не ворон, я воронёнок, а ворон ещё летает. Вы понимаете, что для единственного лидера так называемого крестьянского восстания этого быть не может. Вот никак. А вот для военачальника Цезаря Тартарии слова вполне логичны. Да, он воронёнок, а ворон ещё там. Дальше. Опять же. Когда пленного Пугачёва перевели к тому же Панину, тот первым делом спросил, как он посмел поднять против него оружие. На что Пугачёв ответил, что ему не впервой, особенно как он уже последние годы непрерывно воевал против императрицы Екатерины Второй. Позвольте, а где он мог воевать? На Востоке войны не было. У нас по официальной мифы истории там мир, тишь и благодать. Понимаете? Не было там войны. А тут оказывается, что он много лет воевал против императрицы. Дальше. Екатерина Вторая пусть и с издёвкой, но постоянно называла Пугачёвым маркизом. Задумывались, почему? Дальше. Есть Пугачёвское предписание о воинском наборе. Оно до нас дошло. Оно написано «Арабицей». «Арабицей» точно так же, как тремя столетиями раньше написано известное описание Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Напомню, это 1474 год. То есть, там такая перемешка, да? Чаще все специалисты называют это арабским письмом по-русски. То есть, там именно так было в Тартарии. Там тоже была такая же смесь. еще один крайне интересный факт. Есть Московское царство. В 1708 году в нем было скромные восемь губерний. Вот так вот, все восемь, да? В 1719 прошло 11 лет, число губерний увеличили до 11. Понятно, почему. Там внизу Астрахань, там и так далее, да? А вот после 1775 года был указ учреждения губерниях. Его обнародовали в 1776 году. Количество губерний в России стало 40. Было 11, стало 40. С какого такого перепугу? Появились территории новые? Других вариантов-то нет. Еще один интересный моментик. В 75 году, то есть сразу после победы над Пугачевым, в России было упразднено воеводское управление. То есть воевод больше не стал. Вот такая вот интересная коллизия. Воевод в Московском царстве упразднил еще Петр Первый. И их не было. Вообще не было в Московском царстве. Зачем было упразднять того, чего не было? Еще раз в 1775. А в Тартарии то они были, кстати. Теперь мы перейдем к очень интересным вещам, а именно к уничтожению информации. Как известно, Пушкин получил царский заказ и работал над своей историей Пугачева. Это всем известно, это часто повторяется. Вот только нигде не повторяется, что Пушкин столкнулся с тем, что дело закрыто и опечатано. Пушкин в своих воспоминаниях писал, что ему удалось собрать все возможные сведения, которые были обнародованы и правительством, и упоминания иностранных писателей, которые показались им достоверными. И вот всех-всех этих материалов ему хватило на безумно скромную работу. Его история Пугачева 36 страниц. Причем Пушкин честно, вот есть строки его, где он обращается к будущим историкам и выражает надежду, что когда-нибудь Романовы откроют дело Пугачева и его труд будет дополнен и исправлен. То есть, понимаете, многие вещи, даже, например, донесения фельдмаршалов и так далее, которые хранились в архиве Генерального штаба, даже к ним Пушкин доступа не получил. Это первое. Второе. Когда допрашивали императрицу Устинью, эта казачка, обычная казачка, вторая жена Пугачева, ее арестовали в апреле и припроводили в Казань летом 1774 года. Девушка простодушная и она честно рассказала все, что знала, в том числе про огромные сундуки мужа с документами в их подвале во дворце в Яицком городке. Сундуками спешно была послана специальная команда Романовых, их все нашли, доставили в Казань и все. То есть многочисленные сундуки исчезли, их больше нет. Вот такие вот уничтожения документников. Еще интересный момент. В сентябре 1764 года был такой генерал-майор Павел Сергеевич Потемкин. И он в присутствии двух членов военного суда и ответственного за охрану Пугачева майора Рунича приступил к допросу Емельяна Пугачева. После двух часов допроса и просто угрозой пыток Пугачев закричал помилуйте все истину скажу и открою. Это есть воспоминания к майора Павела Рунича. После чего Потемкин велел всем удалиться. После гордого одиночества продолжал сам допрос. Была заставлена огромная докладная записка империатрицы с этими откровениями Пугачева. Она и это сто процентов известно и подтверждено была Екатериной Второй по прочтению тут же уничтожена. Потемкин вот этот тот самый генерал-майор пытался написать свою историю Пугачева. И знаете вот по такому странному стечению обстоятельств в 1796 году то есть в год кончины Екатерина Второй умер и сам знаете как умер самоотравился ядом не смешно нет вот самоотравился отлично все материалы по делу Пугачева на протяжении всех последних 145 лет то есть до конца правления династии Романовой были под грифом секретно а доступ к его следственному делу и сейчас еще в 21 веке сильно ограничен например до сих пор не открыты протоколы допросов и у ближайших сподвижников до сих пор дело закрыто вот так теперь развеем еще один интересный миф о войсках об их количестве и об умении сражаться что нам рассказывают в учебниках войска Екатерины Второй без труда громили неорганизованные шайки да там крестьянские отряды Пугачева были мгновенно рассеяны и так далее знаете когда читаешь исторические факты оказывается все наоборот Пугачев подозрительно легко разбивает посланные против него войска романовых просто вот легко играюч профессиональные войска разбивает подчеркиваю приведу несколько примеров значит например осада Оренбурга продолжалась полгода с октября 1773 по март 1774 и гарнизон крепости достаточно сильный горизонт во время своих вылазок ни разу за эти полгода не смог разбить ни одного крестьянского отряда крестьянского естественно в кавычках да вот штурмы когда шли на штурм они отражались артиллерией но в открытом бою успех всегда оставался на стороне армии Пугачева дальше сражение под Татищевой крепостью это 22 марта 1774 года уже завершение войны оно знаете сколько продолжалось 6 часов причем войска Пугачева держались такой стойкостью что есть рапорт князя Голицына он рапортует Бибикову он пишет что я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных людях военном Ребесле давайте посмотрим немножко по военачальникам у Романовых и как они сражались первым военачальником был генерал-майор Василий Кар вот он прибыл в конце октября 1973 года в Казань направился в поход к Оренбургу у него корпус был 3400 штыков очень такой не маленький я бы сказал отрядик он был разбит в дребезги просто в хлам никого не осталось дальше в том же 1773 году в ноябре спустя месяц корпус 2200 человек сибирского коменданта полковника Чернышева в дребезге разбит под Оренбургом дальше команда поручика Карташова 2-й генерал-майорский полк была полностью разгромлена а 30 офицеров взятых в плен переходим плавно ко второму военачальнику генерал-майор Фрейман вот сколько он воевал с Пугачевым и столько раз был разбит значит дальше есть такой интересный факт его привел историк Евгений Петрович Савельев он написал замечательную книгу истории казачества с древнейших времен до конца 18 века вот у него есть факты что против Пугачева воевала 14 только донских полков переброшенных с дона не считая других войск вы вдумайтесь в размеры армии только 14 донских полков не считая других войск а какие могли бы другие войска ну например значит второй гранадерский полк указом от 27 ноября 73 года военная коллегия приписала ему спешно следовать в Казани дальше в декабре 73 года Санкт-Петербургский карабинерный полк по командованию Михельсона он вообще находился знаете где в Познании это Польша получил приказание срочно не идти не стись на соединение с войсками Бибикова знаете что например писал Бибиков о своем личном заметках от 5 ноября 74 года в Казани жду с нетерпением прибытия полков о которых последнее известие имею я что гусарский изюмский дни через 4 сюда вступит за ним второй батальон гренадерского полка архиалогородский же карабинерный и володомирский 4 числа имели в Нижнем считаю что генерал-майор Мансуров на днях с командами в Самару прибудет вы понимаете что это были не отдельные воинские отряды это была собрана огромная армия которая со всех отдельных позиций московского царства с запада с Польши с юга с Турции всех собирали сюда например тот же Чернышев пишет письмо Бибику что из Смоленска Чугульский полк выступил это январь 74 года вдумайтесь в объем войск и несмотря на это противодействие Пугачев успешно продвигался к Москве что привело в ужас Екатерину просто значит при этом значит когда говорят что он плохо сражался что не было знаний и так далее да это все ложь не было ничего этого значит и наконец четвертый и пятый генералы те которые победили Пугачева это генерал аншеф Петр Иванович Панин и барабанная дробь генерал поручик Суворов тот самый вот причем согласно распоряжению Екатерины Суворову спешно отзывали театра военных действий с Турцией с которыми срочно заключили мир да и в письме Екатерины четко написано отправлен будет к вам немедленно генерал поручик Суворов то есть вы вдумайтесь воевать с крестьянскими неорганизованными шайками Романовы получили величайшему полководцу века отлично да а теперь давайте посчитаем что получилось по самым максимальным подсчетам в рядах армии Пугачева к концу 73 года находилось от 25 до 40 тысяч человек это есть в истории Донского войска точнее сказать сейчас не получается 25 до 40 значит только вот когда мы начинаем считать Романовых которые там победили в меньшинстве победили выучкой и прочее вранье то мы читаем у того же Броневского для скорейшего прекращения мятежа в бунтовавших губерниях собрана армия до 80 тысяч человек войск минимум в 3 раза больше то есть восстание так называемое а реально войну Пугачеву давили огромными воинскими ресурсами и давайте говорить правду огромными воинскими ресурсами значит дальше вот есть такая интересная вещь арифметика мы всегда можем сложить то что говорят одни и то что говорят другие значит вот та же самая значит война конкретное сражение например та же самая Татищевская крепость вот что написано значит официально значит ну две тысячи убитыми и три тысячи с тридцатья пушками взятых в плен это официально две тысячи убитых три тысячи взятых в плен а теперь смотрите что пишет майор Павел Рунич в своих личных записках побито их более тринадцати тысяч так хорошо то есть две тысячи а здесь тринадцать значит это вот та самая битва Михельсон Пугачев Пушкин честный человек своей истории пишет после многочисленных часов упорного сражения Пугачев был разбит войска состояла из двадцати пяти тысяч ну вы знаете вот здесь уже даже порядок не совпадает потому что цифры врут порядок не совпадает в общем многие действия пугачевцев могли бы войти в учебники примеров классических воинских операций и вот их эти классические воинские операции сделал неграмотный казак ну смешно понимаете просто смешно кстати есть такая вещь печать военной коллегии Пугачева она сохранилась на ней изображен имперский двуглавый орел и надпись вокруг военной коллегии печати то есть у Пугачева была даже своя военная коллегия вот так вот господа теперь давайте разберемся по тому вранью которое пошло от Романовых значит конечно фамилия Пугачев это не настоящая фамилия это прозвище которое дали Романовы Пугачев от слова Пугало Пугач это весьма такой традиционный пропагандистский прием того времени вызвать негативные ассоциации оскорбить и так далее вот приведу пример что то же самое было с царем Дмитрием Ивановичем которому дали фамилию от Репи от Репи человек которого называют сейчас Емельяном Пугачевым имел совершенно другое имя и соответственно мужем и Софьи стало быть отцом и детям никогда не был я напомню что когда значит войска Пугачева воровались в город и освободили семью будто бы семью Пугачева старшие дети которые уже были более-менее взрослые которых можно обучить признали отца а маленький ребенок которому он говорит бесполезно отца то не признал вообще это тоже зафиксировано значит с кем был по-настоящему Емельян Пугачев есть две гипотезы значит первая гипотеза это был Емельян Иванович из Могулов потомок рода Томуберг Хана действительно претендент на царский троп а вторая гипотеза она скорее теоретическая и относится к тому что это был сын казненного царевича Алексея Петровича официально он умер в январе 1730 года через три года после падения Меньшикова но есть гипотеза о том что он вместе с Меньшиком сбежал в Тартарию да и там многочисленные те или иные гипотезы то ли он сам тогда ему было бы 58 лет то ли его сын и так далее значит что я хочу обратить внимание вот как я уже говорил есть печать военной коллегии Пугачеву значит у нее есть надпись благоверный государь Петр Петрович третий император и самодержит всероссийский 1774 год самое замечательное ну оно там сокращение да вот самое замечательное это четвертая буква отчество то есть означающее первую букву отчество императора что у нас написано во всех учебниках Петр Федорович да значит это погибший мол мол погибший муж Екатерины Второй а здесь то на что написано на печати Петр Петрович то есть это не тот государь и повторю еще раз императора звали Петр Петрович а не Петр Федорович а отчество Федорович это чисто романовская выдумка то есть соответственно потому и родилась гипотеза что за престол воевал Петр Петрович сын Петра Второго третье многочисленное умолчание от романовых понятно что Пугачеву очень активно помогали старообрядцы но выбора то у них честно говоря не было ведь даже официально прозападные романовские власти уничтожали русское православие они несколько веков формировали карательные отряды и только в кострах конца 17-го начала 18-го века погибло более 20 тысяч старообрядцев вы думаете романовы только вот за начало 18-го века сожгли живьем 20 тысяч старообрядцев и поэтому понятно что старообрядцы ему помогали поэтому очень часто и гипотеза что он ставленник старообрядцев значит в частности это отчасти подтверждается тем что например на печати Чики Зарубина это соратник Пугачева в центре изображена человеческая рука с двух перстьев то есть как у старообрядцев но здесь все прозрачно находясь в оппозиции к официальной церкви и к правительству старообрядцы хотели поднять в России мятеж с целью ослабить центральную власть а потом потребовать прекращения гонений и разрешения свободно исправлять свою веру при этом центр иммиграции на территории Речи Посполитой и так далее два обладал в России собственной агентурной сетью и где вот одних сточек которые были расколенщие поселения на Иргизе где был и Пугачев еще одна ложь от уже советского времени значит нам что говорят о крестьянской войне о казни дворян помещиков и так далее в частности есть такой очень знаменитый факт когда Пугачев казнил всех офицеров команды 2-го грандерского полка который он разгромил так вот не было никакой классовой растры не было потому что когда спросили Пугачева это зафиксировано за что ты перевешал офицеров 2-го грандерского полка он им честно отвечал за то что они шли против неприятеля как овцы и не соблюдали военные дисциплины это есть в записках майора Павла Рунич а это извините моральный кодекс чингизидов кто побежал кто нарушил приказ того казни это та самая ясса моголов или чингизидов как угодно это назовите дальше про военную коллегию я уже сказал но ведь Пугачев создает не только военную коллегию он создает свои собственные органы управления наподобие штабов которые обладали еще и судебными правами это вообще было можно сказать навье немедленное дальше еще вранье в войсках Пугачева была железная дисциплина железная когда нам фильмы рассказывают о пьянстве еще о чем-то это ложь у того же Пушкина есть свидетельство что в Татищевой крепости Пугачев за небольшое пьянство повесил яицкого казака значит еще пару интересных вещей таких вот да значит еще раз говорю для победы над войсками Пугачева был призван лучший лучший стратег и лучший полководец этого века Суворов так вот Суворов так боялся что что-нибудь случится и чтобы он не убежал и чтобы его не отбили так вот 140 верст это не километры это версты пока везли Пугачева из Яицка в деревню мосты то для лучшего присмотра сам Суворов не отходил от клетки сам почти бессменно стоял на часах и успокоился только когда благополучно сдал Пугачева графу Панину в Симбирске вы вдумайтесь лучшего и начальника который только есть безумно боится что его отобьют сам стоит на часах не спит вы просто вдумайтесь в эти факты еще одно вранье которым нас пичкают помните когда говорят что его казнили в Москве он поклонился приказни и так далее да да не было ничего этого вообще не было Пугачев вообще рассчитывал на помилование он же военачальник да другой воюющий державный военачальник потому что вот он Руничу говорил своему начальнику охраны когда его везли что я имею ей одной открыть такие тайные дела кое кроме ее величества никто другой ведать не должен и он честно рассчитывал на помилование что он все ей открыл еще раз говорю это гражданская война и с той и с другой стороны славяне и с той и с другой стороны русские в конце концов и когда Пугачева привезли на санях и привели на эшафот дальше мгновенно зачитали царский манифест значит те сорвали с Пугачева белый тарань и пулуп тут же опрокинули Пугачева навстреч и отрубили не было никакого поклона это все выдумки советские выдумки значит отдельно хочу сделать акцент над на ту тему кто воевал против славян Пугачева кто воевал против русских Пугачева давайте назовем это честно наш великий Александр Сергеевич Пушкин специально отдельно подчеркнул факт воевавших против Пугачева немцев как побеждавших я вам процитирую все немцы находившиеся в средних чинах сделали свое дело Михельсон Муфель Мелин Диц но некоторые действовали слабо робко безусердия это Тиколонг Рейсдор Брант Кар Фрейман Валенштейн Корф замечаете какие фамилии знаете что например сказала императрица Михельсону я обязана поимкой Пугачева который едва ли не забрался в Москву а может быть и далее а знаете какой медалью награждал Пугачев свои войска победителю над пруссаками вот так победителю над пруссаками то есть подчеркивая тем самым что засевшие в Москве и Санкт-Петербурге правители незаконны и что они не русские а пруссы то есть иностранцы вот так вот какая это была война русских с русскими или русских с немцами понятно что было придумано огромное количество всякой лжи которые понавидумывали да значит действуя от противного значит есть вера и есть храмы которые Пугачев ни в коем случае естественно не трогнул а наоборот приветствовал и кстати священники когда Пугачев входил в тот или иной город встречали его колокольным звоном и благодарственным молеком об этом тоже молчат что у нас напишено в официозе храмы божии были схищены полторы жертвенники не спровергнуты утварив иконы поруганы ну вранье но чистой воды вот я не могу не привести цитату из апофеоза которая показывает насколько можно далеко зайти во вранье емелька крестолюбивый как бессмысленный разбойник северепый как тигр грабил и лил человеческую кровь льющиеся к ногам его знаете ну смешно вот уж других слов как заврались нет еще один интересный момент из утаенных как говорится значит обе жены Пугачева и старая которая с детьми и новая вот эта казачка были заключены в Кексгольскую крепость пожизненно после смерти Екатерины Второй ее сын тот самый Павел Первый который действовал все против матери освобождалась из тюрем преступников вот просто из чувства протеста Екатерина Вторая заключила он освобождал значит например был освобожден Александр Николаевич Радищев о которой Екатерина сказала что он бунтовщик хуже Пугачева что сделал с ним Павел Петрович вернул из сибирской сути так вот в эту Кексгольскую крепость где убежены Пугачева был командирован в 1797 году колледжеский советник тайной экспедиции Макаров его отчет Павел Первый читал но и жены и дети Пугачевы были оставлены в крепости вы вдумайтесь то есть родищева можно а жен и детей Пугачевы нельзя теперь перейдем к самым таким интересным ляпам в следующий раз когда будете слушать вот ту лапшу которую вешают по поводу крестьянской войны Пугачева посмеетесь значит есть такая смешная вещь как год рождения по сенатору Бибикову который самостоятельно занимался изысканием Пугачева еще до Пушкина Пугачев родился в 1729 году вот так вот в 1729 и в 1773 году к началу войны ему было 44 года и абсолютно то же самое по показаниям его первой жены Софьи отправленным из Казани значит там есть 14 пунктов там четко написано тому мужу ее ныне от роду будет лет 40 волосы на голове темно русый по-казацки постребал росту среднего среднего заметьте рода была клином черная небольшая веру содержал истинно православную а что у нас говорит официальная версия мифа истории что Пугачев родился в начале 40-х годов откройте посмотрите в 40-м году или в 42-м то есть в 73-м году когда допрашивали его первую жену ему мол было чуть за 30 10 лет разницы вы верите что жена может ошибиться на 10 лет сколько лет мужу нет вот я не верю дальше Бибиков который как я говорил занимался изысканием докопался до того что отец Емельяна Ивановича по официальной версии казак Иван Измайлович был убит турками в 1734 году вы думаете он убит турками в 1734 году а как он мог родить сына в 40-м или в 29-м вообще бред полный теперь сравним рост что написано значит на сегодняшнем официальной мифы истории дерзкий самозванец Пугачев был смугл довольно велик ростом и весьма крепкого сложения велик ростом а что написано у Петра Ивановича Рычкова который лично видел арестованного Пугачева и оставил свои записки глаза у него чрезвычайно быстрые волосы и борода черные росту очень небольшого на широк в плечах опять не бьется это что ж такое да дальше сравним лидерство и харизму первый Емельян Пугачев вообще считался в станице тот который жил человеком беспутным известна авантюра 72 года когда Пугачев приезжал в тот же самый яицкий городок и стал подговаривать казаков уйти за Кубань к турецкому султану причем он был еще и вороват это были показания Трофима Фомина атамана зимовейской самец ему никто не верил никто его не слушал и вот такой вороватый которому никто не верит поднял всем губерний вообще в своем уме то есть что мы имеем один велик ростом 44 года беспутный и ранее воевал в войсках Екатерины Второй второй рост очень небольшого 34 года харизматичный лидер и ранее воевал неоднократно против императрицы Екатерины Второй это в принципе не может быть один человек это два разных я надеюсь я вам это доказал еще один интересный момент 100% доказано что пушки для войск Пугачева отливали на заводах Урала тех самых которые далеко по Романовым по их историкам уже историкам утверждается что рабочие присоединились к Пугачеву и устроил бунт вот только если вы посмотрите на карту еще раз потому с чего и начинал московского царства на этих территориях не было Уральские заводы принадлежали великой Тартарии командовыми войсками которые и взял на себе Пугачев и еще один очень интересный момент еще в середине 20 века то есть совсем недавно наши советские инженеры хорошие инженеры очень хорошие инженеры ломали головы над разгадкой предназначения некоторых станков и механизмов на старинных Демидовских заводах понимаете это нонсенс как человек с высшим техническим образованием может не понять принципов и назначения агрегата который он держит в руках или смотрит в заброшенном цеху а давайте еще вспомним что еще во время Великой Отечественной войны часть этих производств оставались работоспособными и принимали участие в производстве оружия для побед андофашизма без паровых машин без электричества используя только силу рек и водопадов то есть кинетическая энергия струящейся воды преобразовалась в механическую энергию в промышленном масштабе и советские инженеры это объяснить не могли это фантастика но это подлинный факт истории который нам тоже не говорят ну а теперь давайте небольшое завершение как же это было на самом деле на разных картах разных авторах первой половины 18 века граница постоянно двигается давайте не будем забывать что когда Ермак в 16 веке шел на Сибирь да он как пришел потом так и ушел с другой стороны после природного катаклизма вот в той части мало кого оставалось недаром тартария сжалась уйдя на юг и на восток но к 18 веку тартарийцы стали возвращаться нам официальная история постоянно приводит примеры как простые люди желали перейти под подданство Екатерины второй это все правда есть пример как например в 1731 году Абул Хаир Хан принял присягу на подданство Московскому царству в 1740 году принял покровительство в России владелец киргизской айсайской средней орды Абылай с некоторыми старейшинами да есть такое действительно есть но есть и обратное если мы смотрим карты то мы видим границу которая еще раз говорю двигается на запад например на карте 1772 года ее мы делили западная граница значит с московской тартарии та самая граница с московским царством идет уже от Азовского моря даже не от Каспии от Азовского моря и пересекает Волгу чуть выше Нижнего Новгорода то есть по этой карте Нижний Новгород в 1772 году принадлежал уже московской тартарии а 1772 год это волнение перед войной Пугачева то есть по существу война вот эта война которая у нас названа христианским восстанием Пугачева началась с наступления московской тартарии и расширения ее границ в западном направлении когда они пытались вернуть свое почему потому что была турецкая война Екатерины II напомню 1768 1774 год и это был по сути последний шанс ханов тартарии причем в этой войне тартария выступала в союзе с Турцией вдумайтесь почему с Турцией я напомню что когда развалилась великая империя чингизидов великая гранд тартария на юго-западе на самом юго-западе было ханство холугуидов ханство хана хулагу и оно по размерам было от Персии до Крита я подчеркиваю до Крита включая Турцию и вот когда Екатерина начала воевать с Турцией значит ханы тартарии увидели в этом шанс отвоевать свои территории обратно но в 1774 году Турция неожиданно заключается романом сепаратный кучук кайнаржирский мир то что он был сепаратный то что это предательство предательство тартарии есть в текстах есть такой интересный египетский историк Аль-Джабарти он разбирал переписку египетских мамилюков и последнего хана тартарии там отрывки есть вот и вот по этому миру 1774 года есть шикарная фраза нам стало известно о деяниях по отношению к вам потомка османа ну то есть турецкого султана коварного предателя то есть понятно почему египетские мамилюки называли турецкого султана предателем потому что он заключил сепаратный мир и романовы получили возможность перебросить войска и из Польши и из военных действий с Турцией дальше значит есть стратегия ведения войны отчетливо виден перелом который произошел в создании военачальника Пугачева летом 1773 года то есть Пугачев поменял стратегию войны начальная стратегия не была ни поход на Москву ни война глубокая и так далее до этого времени Пугачев лишь хотел увезти казаков Тартарии за пределы государства Романовых как написано на вольные земли но военачальник Пугачев в силу той войны которая началась был просто вынужден принять новый план действий потому что там были беспрерывные обращения например те же яицкие казаки обращались к Пугачеву это сохранилось помилуйте долго ли нам странствовать и проливать человеческую кровь время вам идти на Москву и принять престол люди требовали не он хотел люди требовали именно этого боялись Романовы и кстати после того как войска Пугачева захватили Саранск и Пензу Романовы и приближенные военные Романовы всерьез ожидали что Пугачев двинется прямо на Москву и правительство очень опасалось беспорядков в Москве в Москву ввели сразу семь полков вы вдумайтесь семь полков это еще не столица столица Петербург семь полков по существу Москва была на осадном положении в чем городские власти арестовывали и расстреливали каждого то хоть каким-то образом являлось сочувствие Пугачеву а например московский генерал-губернатор вообще распорядился у своего дома поставить пушки вечно заряженные на всякий случай вот так он боялся вот так что получилось в итоге значит если мы посмотрим раздел география в британской энциклопедии 1771 года там такая очень интересная таблица не перечислены все известные автором страны и там две русских страны первая Россия со столицей в Петербурге площадью 1 миллион 103 тысячи квадратных миль и московская тартария со столицей в Тобольске площадью 3 миллиона 50 тысяч квадратных миль а причем вот этот Тобольский каменный кремль я вот специально привел его изображение как сейчас и старинную схему день и ночь просто день и ночь еще в 18 веке табальчане любили говорить Москва первопрестольная столица России Тобольск славная столица Сибири Тобольске все как в Москве Кремль спаская башня с часами свои бутырка арбат и какой а иконописная школа Тобольская вообще аналогов не имеет она не превзойдена так вот Тобольск своим очень дальним родственникам там еще оставалась воинская сила и они кстати там перцу задали Китай починили второй раз сегодня мы не знаем ни имени последнего хана Московской Тартарии и как я уже сказал лишь несколько гипотез о подлинном имени его воеводе которого официальная история назвала Пугачева а последний осколок Великой Империи еще одно тартарское государство независимая Тартария или Вольная Тартария столицы Самарканде оно пало последним пало через сто лет в середине 19 века и именно эта победа закрепила власть Романовых на огромной территории бывшей Великой Империи Чингизидов объединив два русских государства из Московского княжества из Тартарии появилась Российская Империя что до нас дошло после казни Емельяна Пугачева в 75 году Екатерина Вторя приказала уничтожить все факты войны вообще все река Яек была переименована в реку Урал Яицкое Казачье войско Уральское Казачье войско Яицкий городок Голод Уральск Верхняя Яицкая Пристань Верхне Уральск а родина Пугачева столицы Замовейского вообще была перевесена на 2 км ружнее а та снесена Запорожская сечь в том же 75 году была ликвидирована начался процесс трансформации казачьих войск в обычные армейские подразделения чтобы купить казачьих офицеров им стало переводиться дворянство татарские башкирские князья и мурзы стали приравниваться к российскому дворянству а на картах на картах появилось название Сибирь которая стала разделена на 2 губернии Тобольскую и Иркутскую и заканчивая Пугачевья и так в 75 году закончена война с Пугачевым разгром остатков замороженных климатическим катаклизмом остатков Тартарии завершен а к началу 19 века история очистилась от неправильных взглядов учебники по истории приобрели более-менее известный на сегодня вид отполированный советскими историками ну а полная ясность деле Пугачева не только поколеблит все то вранье которое у нас пичкают все эти годы все это крестьянские войны и так далее ну и поссорит Россию с многими зарубежными правительствами а это кому-то надо вот так вот Алексей да уж да уж интересненько все получается хорошо благодарю за доклад теперь самое наверное время переходить нам к вопросам от наших радиослушателей и зрителей которые напоминаю мы принимаем только на наших сайтах это сайт slavradio.org не перепутаться с какими-то другими slavradio.org и канал ютуба youtube.com slash slavradio ну а теперь небольшая отбивка и далее продолжаем уже зачитывать вопросы и реплики которые на этих самых ресурсах были нами приняты вы слушаете народное славянское радио и